Лидия Владимировна, добрый день. Вы недавно выписались из стационара МСЧ номер 135 города Десногорска, где проходили лечение от новой коронавирусной инфекции. Как сейчас ваше самочувствие? Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, уважаемые десногорцы. Да, действительно, я два дня назад только была выписана из отделения, где я пролежала 2,5 недели. Я чувствую себя нормальное, температура 36,6, кашля нет, ворно не болит, так что я чувствую себя абсолютно хорошо. Первый анализ у меня уже пришел отрицательный, и вот ожидаю в ближайшие дни повторного анализа, после чего могу быть допущен до работы. Вы, наверное, знаете, что о вас было довольно много написано в соцсетях, да, много слухов ходило, как вы заразились, кто вам эту инфекцию привез. Можете ли вы прокомментировать эти слухи? Дочь моя, старшая, находится в Москве, на самоизоляции, институционной работе, и в Теснофорск не приезжала. Сын, как и основная масса студентов, приехал в начале марта, и он здоров. Дважды проверяли, мы его тесты сдавали, тесты все отрицательны. Муж – начальник смены блока на атомной станции, и с 6 апреля он находится в лесной поляне в режиме изоляции. Муж здоров, также несколько раз давал тесты. Тесты отрицательны. Как бы все говорят, где я заболела, но конкретно на кого-то я пальцем показать не могу. Наоборот, в своей деятельности сталкивались с большим количеством людей, и последние две недели до моего заболевания приезжало много пациентов с московских клиник. Пациенты и льготные корректуры граждан, и застрахованные по ДМС, у которых были ко мне какие-то вопросы, в которых мне приходилось им помогать в каких-то ситуациях. Ну, возможно, кто-то был носителем, перенес заболевание в лодка-коррой. Понятно. Ну, слава Богу, вы выздоровели, все хорошо. Но я думаю, многих интересует вопрос, какие вообще есть признаки этого заболевания, какие признаки были у вас? Заболевания, как правило, начинаются просто. С получения температуры. Температура может быть достаточно высокая. И только там 30 на 5, до 30 на 9. У меня была температура до 30 на 7, до 30 на 5. Была слабость, кашель, головная боль, повреждение в горле. В общем, все начиналось, как, в принципе, обычное ОРВИ. Но я сдала тест на следующий день. Тест оказался положительным. Через 2 дня у меня пропало обоняние. Кстати, до сих пор еще толком не вернулось. Вот появилась одышка, кашель, седуция. И я проходила лечение в инфекционном отделении для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая открыта на базе нашего роддома, перепрофилированной временно, палаты роддома. В отделении боксированной палаты, то есть это боксы на две койки. В каждом боксе туалет, душ. И также в отделении имеется пит-палаты. Каждая пит-палата, это палата медицинной терапии, тоже на две койки. В каждой палате, в каждой палате без исключения подводка кислорода, что крайне важно и соответствует требованиям для организации таких отделений. В пик-палате, в каждой кровати монитор пациента, который позволяет замерять в гласточном режиме частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, осуждается пустосиметрия, насущность крови кислорода. И можно снимать электрокардиограмму. Кроме того, отделение оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, переносной рентгеновский аппарат, аппарат интразвуковой диагностики, электрокардиограф. Отделение возглавляет Калента Калина Васильевна, врач инстезиолога Калини-Матова с большим опытом работы, профессионал, врач, которому я полностью доверяю. В отделении создано два врачебно-сердинских поста, работают сейчас 8 врачей, они работают по 2 человека, это врачи-терапевты, врач-кардиолог, врач-невролог, и при необходимости пациентов консультируют врачи с других отделений. Какую помощь вот конкретно Вы там получали? Я получала медикаментозное лечение в соответствии с клиническими рекомендациями. Все необходимые лекарственные препараты, которые сейчас участвуют в клинических рекомендациях, начали передавать. Можно передавать пациенту, который там находится, какие-то продукты, если необходимо, те вещи, которые он забыл взять из дома. То есть принимаются передачки. Какими средствами связи Вы там пользовались? Или вообще все было запрещено? Это разрешили провести мобильный телефон, наушники с собой взяла. И все это время я могла связываться с своими родными, с близкими. Вот так же в режиме, как мы с Вами в видеоконференции вечерами могла общаться со всей своей семьей, потому что каждый день у меня на тот момент был изолирован. Кроме того, поступил интернет, поэтому, можно сказать, занимался самообразованием. Что бы Вы посоветовали людям в нынешней ситуации? Как им себя вести? Уважаемые жители города Ясногорска, заболевание это действительно серьезное. Это непростой урвей. И чревато развитие достаточно его пневмонии. Берегите себя и своих близких. На улице соблюдайте масочные жены, соблюдайте социальную дистанцию. Мойте руки. И помните, что Вы в ответственность не только за свою здоровье с людьми, а за жизнь и здоровье Ваших близких, Ваших друзей. Спасибо большое за интервью. Ну и здоровья всем нам. Спасибо, до свидания. Здоровья всем нам. Спасибо. Спасибо.